Добрый день дорогие друзья, подписчики моего канала, а также его гости. Приветствую вас всех на своем канале. Последние дни октября 2022 года, буквально 3-4 дня осталось, поэтому необходимо нам в данное время обрезать свой виноград и пришпилить. После этого вам покажу, как я укрываю его на зиму. К сожалению, звук у меня почему-то не записался. Какие-то были технические проблемы, поэтому звук дописываю в студии. За это прошу извинения. Смотрите, вот у меня здесь двухлетний куст зилги, который мне необходимо сейчас обрезать и укрыть. Смотрите, вот у меня есть две лозы, которые расположены ближе к голове куста. Они для меня самые удобные. Их я оставлю, все остальное я сейчас вырежу. Вырезаем, не жалеем. Не надо оставлять много. Обычно я оставляю 2-3 лозы, одну, возможно, на запас. Но в данном случае мне здесь хватит и одной, оставил две. Все остальное буду вырезать. Ну вот, мы убрали все лишнее. Осталось у нас две лозы. Длины этих лоз нам будет достаточно, чтобы уложить их на шпалеру. И теперь мы будем их пришпиливать. Вот так вот они у нас лягут на следующий год. Пока мы их выводим из-за проволоки. И сейчас будем пришпиливать к земле. Для пришпиливания к земле я использую крючки, буквально отсогнутые из проволоки. Под низ я подкладываю доску. Для чего это делаю? Для того, чтобы не было подпревания лозы. Хотя большинство говорят, что если лоза хорошо вызрит, ей не страшна даже вода. Но я все равно так делаю. Как бы ложу доску или вдоль, или поперек. В данном случае вдоль. И начинаю пришпиливать нашу лозу, так как плюсовая температура и влажность большая. Лоза очень хорошо гнется. Поэтому время выбрано для этой операции очень удачное. Ну вот, лозу мы пришпилили. Теперь беру строительную сетку. Гну я ее на 90 градусов. Здесь какой унианс? Лучше брать потолще, чтобы была проволока. Гну на 90 градусов. И прикрываю нашу лозу. То есть сделаю механическую преграду. Для того, чтобы зимой не наступить. Как бы был небольшой там доступ воздуха. И накрываю в два слоя спонбондом 60 плотности. Это будет у меня укрытие на 1,5-2 недели. Когда установятся морозы, я еще накрою дарнитом 300 плотности. И в таком виде у меня этот куст будет зимовать. Прикроем, чтобы спонбонд не сдул. Вот у меня тут трубки такие. Можно доски использовать. Можно кирпичи и другие предметы. В общем-то и все, что я вам хотел показать в дальнейшем. Как я вам уже говорил, я укрою еще дополнительно. И так будет у меня все зимовать. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. И будьте здоровы! Подписывайтесь на мой канал.